Видите, докажем общую теорему? Мы ее докажем не тем способом, который в лекции Гошкова. То есть на лекции Сергея Борисовича мы аккуратно разобрали и, что называется, советую посмотреть в записи, там все понятно и так далее. Но именно потому, что мы вот тот способ разобрали на лекции Гошкова, давайте сейчас я расскажу вам другой способ. То есть он тоже несложный и для того, чтобы все все поняли, я буду его записывать просто по пункту. Начинаем мы вот с чего, нулевой пункт. У нас есть произвольный многоугольник. Первым делом мы его режем на треугольник. Вот давайте посмотрим, вот пусть есть какой-нибудь многоугольник. Как его можно резать на треугольник? Можно выбрать любое направление. Вот есть, например, такой способ. Каждый раз я провожу диагональ, чтобы она разрезала на двухугольник на два многоугольника. И мне для такого способа нужна такая лемба. Между прочим, она очень часто в математике, в геометрии используется, поэтому я ее сейчас аккуратно формулирую и докажу. Лемба такая в любом многоугольнике, не являющейся треугольником. К треугольнику говорить нечего, потому что у него диагональ не просто общения. Есть хотя бы одна диагональ, разбивающая его на два многоугольника. То есть все внутренние точки, которые лежат внутри многоугольника. Разрезает его на два многоугольника. То есть, смотрите, какая идея эта. Когда есть абсолютно многоугольный многоугольник, вообще, шутка, много многоугольник. Это часть плоскости, ограниченная, ломаной, которая начинается, заканчивается в одной и той же точке, и себя не пересекает, да? Так вот, утверждение состоит в том, что всегда есть диагональ, которая разрезает его на два многоугольника. Ну, дальше, там есть опять такая диагональ, и опять такая диагональ, и рано или поздно мы дойдем до треугольника. Как-то странно, вы довольно часто этой штукой помните. Например, чтобы найти сумму углов кругоугольника, мы же обычно как говорим? Разрежем n-угольник на n-2 треугольника. Помните, да? Скажем, четырехугольник разрежем на два треугольника. Вот, давайте, типичный пример. Не выпуклый четырехугольник. Там такая диагональ есть. И именно благодаря существованию такой диагонали можно разрезать даже не выпуклый четырехугольник на два треугольника. Ну, выпуклым тем более, там любая такая традиция. Если все многоугольники меньше, чем 180 градусов, то он выпуклый. Да-да-да. Если все углы меньше, чем 180, то выпуклый. Значит, да, есть какой-то угол больше, чем 180. Да, и что? Ну, вот здесь наш угольник. Да, конечно. Все ребра, которые пересекают эту область... Ребра не могут пересекать область. Ребра ее ограничивают. Вернее, не ребра, а стороны. Стороны. Да. Имеют хотя бы каждый раз хотя бы одну вершину внутри. Да, смотрел такой угол, который по величине больше, чем 180 градусов. Да, и что дальше? Есть точки, которые внутри. Да, конечно. Да. Что дальше? Среди. Среди. Среди вершин многоугольника, попавших в этот угол, какую возьмем? Ближайшую. Ближайшую к этой вершине. Ну, есть такая, да, взял. Взял ближайшую. Дальше. Может быть, что эта диагональ пересечена какой-то стороной многоугольника, да. Что будем делать тогда? Мы берем из этих двух ближайшую, опять же. А, берем ближайшую точку пересечения. То есть, которые содержатся в земле. Да. И так далее. Я не понимаю и так далее. Мне нужно строгое рассуждение. У Лива этот отрезок есть сторона, которая пересекает этот отрезок. Да. У него есть, у этой стороны есть точка, которая внутри угла. Ну, конечно. Из этих точек возьмем ближайшую к углу. Вершину. Вершину. В ближайшую к вершине. Взял. После этого появится новый отрезок. Он может быть длиннее того, с которого ты начал. Да. Но эта сторона уже не пересекает. И это не пересекает. Какая-то другая может пересекать. Так будем делать? Ну, да. И? Отрезки будут иногда больше становиться, иногда меньше. Да. Решения задачи нет. Каждый раз мы вспоминаем, что... Ну, решения нет. Это отрезки нет. Они становятся то длиннее, то короче. Решения, задачи нет. Заметьте, ребята. Задача кажется легкой, а ведь не получилось. Ну, это вообще тоже надо доказывать. Ну, хорошо. Ладно. Предположим. Хотя это не так просто доказать. Да. Возьмем две соседние вершины. Да. Относим это блокуа. И соединим их отрезком. Да. Если это там удалось, то все хорошо. Но мы нашли искомый отрезок. А если нет, тогда все равно построим этот отрезок. Какой этот? Я не понимаю, о чем вы говорите. Нет, нельзя. Потому что у вас нет решения. У вас есть общая идея того, что вы хороший. У вас нет решения задачи. Решение задачи – это математическое рассуждение. Да. Возьмем этот отрезок. Какой этот? Отсюда, отсюда, отсюда. Что такое отсюда и что такое сюда? Возьмем любой острый уголного угольника. Не острый, а тот, который меньше 180. Да, меньше 180. Да. И возьмем 27 угла. И соединим их отрезком. Соединил. Если этот отрезок прошел целиком внутреннего угольника, то все хорошо. Да. А если не прошел? А если нет, то отстепки его двигать по отрезкам, и в какой-то момент отрезок превратит. И в результате отрезок будет... В результате отрезок в какой-то момент сначала этот отрезок идет некоторым расстоянием снаружи на угольника, а потом он в какой-то момент начинает идти целиком внутри, потому что в конце концов он остался один в точке внутри. Так вот, и в тот момент, когда он перестает быть и переизменяется, находясь в вершине, которая находится в видимости, в видимости у вершины, мне мечталось вместе играть с собой право на динаме. Отлично. А теперь голосование. Поднимите руки, кто его понял. Понял, не верю. А зря. Человек, который поднял руку, к сожалению, не понимает, что такое математик. В математике не бывает, понял, не бывает. Вот, не бывает. Если у вас есть доказательства, оно должно быть верное. При этом оно не бывает верное на 98%. Доказательства либо верные, либо это и доказательства. Все, посмотрите. На самом деле, мысль он сказал, вернее, хотел сказать, вы меня хороши. Я попытаюсь перевести на рост язык его мысли. Попытаюсь перевести на рост язык его мысли. Во-первых, ему хочется, чтобы это был угол меньше 180 градусов. Отлично. Взят в такой угол, который меньше 180 градусов. Он проводит диагональ, соединяющую, есть какие-то подряд три вершины двугоугольника. Он проводит вот эту вот линьку. А дальше он хочет как-то объяснить, что если она с чем-то пересечена, вот как-то мой двугоугольник так вот идет, то на самом деле существует диагональ, лежащая внутреннего двугоугольника. Ребята, вместо вот этих слов подвигаем, посмотрим, можно было сказать простую вещь. Рассмотрим из всех вершин, оказавшихся в треугольнике АВС, ту, которая ближе всего к точке В. или, если угодно, будем двигать прямую АС параллельно по направлению к точке В и возьмем точку, которая будет в смысле такого расстояния. В общем, в любом случае, какую-то самую близкую точку. И действительно, тогда у нас получается диагональ. Или такая, или если, если в смысле, проалиминация двери, или такая, если в смысле, в точке В, действительно получается диагональ. Так, как можно было вот это рассуждение, если посадить, лампочку включить и посветить вдоль вот этого ребра. А после этого надо было поворачивать вот это вот ребро до того момента, когда впервые на этом луче окажется вершин. То есть, смотрите, здесь вот было ребро, и здесь было ребро. Если вы светите вдоль, то это, конечно, не данный момент, который вам нужен. А если вы чуть-чуть отклоняете и светите, в какой-то момент вы впервые при движении вот этого луча получите вершину. Вот это и будет основная диагональ. Так, единственное, что вот в этом доказательстве еще надо обязательно сказать, а почему, собственно, такой угол найдется? Почему в благоугольнике обязательно есть угол меньше 180 градусов? есть простое объяснение. Возьмем любое направление, которое не перпендикулярно ни одной из сторон ногоугольника. Вы понимаете, сторонний ногоугольник конечное число, перпендикуляров тоже конечное число, а прямых на плоскости направлений бесконечно много. Соответственно, обязательно существует направление, которое ни одно их ни перпендикулярно. Зачем мне оно нужно? А затем, что я могу спроецировать, опустить перпетикулярно из всех вершин на вот эту вот прямую, и взять самую правую, на этой картинке я думаю вот такая точка, и если я взял самую крайнюю точку, или с этой стороны, или с той, то в этом месте угол, конечно, будет. Понимаете, почему? Потому что обе эти вершины в данном случае правее, или здесь они обе левые, значит, угол будет меньше, чем 180. Так, ну что, с этой леммой разбрались? Разобрались. Теперь, господа, одно замечание. На самом деле эта лемма нам была нужна. Не обязательно было смотреть на такие диагонали, не обязательно было смотреть на такие диагонали. Можно было, как, собственно, вот из вас и предлагал, можно было сделать так, взять и провести в произвольном направлении параллельные леммы через все вершины нашего многоугольника. Вы согласны, что он тогда будет разрезан на какие-то такие вот фигуры? Согласны? На трапеции. Да, нет, 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 нет трапеции. Некоторые из них треугольники. Трапеции и треугольники. Вот это треугольники. Некоторые из них трапеции. Вот это трапеция. Но и треугольники, и трапеции на треугольники разрезают учебу. Согласны? Вот и все. То есть не обязательно было доказывать эту лему. Можно было просто сказать, что вот возьмем произвольное направление, проведем параллельно, разрежем на треугольники трапеции, это параллелограммы, проведем в традиции параллелограмме диагональ, все получится.